Сижу я, как обычно, читаю ваши комментарии. Я знаю, что нужно моим зрителям, и читаю, можно сказать, между строк, и понял, что вам необходимо видео по Civilization Wars. Да не простое, а с настоящими профессионалами. Ходят легенды, что существуют настоящие мастера Civilization Wars, которые веками оттачивали свой талант. Я поехал искать их по всей России и нашел их в славном городе Перми. Итак, друзья, представляю вашему вниманию видео, где настоящие мастера делятся частичкой своей силы с каждым зрителем. Всем привет, друзья, с вами Вадим Двока Хаус. Я играю в Civilization Wars с профессионалами. Мне кажется, вылетит аккуратно. На этом моменте человек, который пришел нас учить, вылетал два раза, но с третьего раза завелось. В общем-то, с нами Серега и Игорь. Игорь реально очень хороший игрок, можно сказать, лучший в мире. По крайней мере, он так говорил, когда был не совсем трезв. Когда приходил на кастинг. Да, почему не построили барак? Алло, еще один барак на миде. Игорь, Игорь, нужно перед вышкой ставить или за вышкой? Профессиональный вопрос. Ну так ты, те, кто юниты танчат, может перевыскать. Лучшникам лучше это, сзади каким-то веером поставить. Какая-нибудь фантазия. Так Игорь, а ты не должен разве барак на миде еще один построить? Я пожадничал, честно. Я пожадничал, поэтому мы отдали мид. Ты должен его отвоевывать всеми силами. И вот для того, чтобы его сейчас отвоевать, хватит тебе добавить апгрейд за 125, называется Фоттери. Ты вот там, да, Фоттери. Он тебе даст возможность ствердить ферму и добавить бараков для давления на этот джмит. Ну то есть ты уже не очень помогаешь, не очень профессиональный игрок, лучше бы тебя дискнуло. Нет, на самом деле просто как бы это Майндгеймс, и как бы человек, который играет против нас, и который тоже неслабый игрок, я ему примерно подобное рассказывал, потому что мы добавляли по два барака, и вот он решил сейчас этим воспользоваться. То есть ты рассказал ему победную тактику, и считаешь, что ты все правильно... И считаешь, что это Майндгеймс, да? Да. Кстати, можете заметить, такая мелочь есть. Вот они сейчас все будут желтого цвета. Не все выбрали себе, сделал колор и ел. Для чего они это сделали? Потому что мид, на котором играет Вадим, самая ответственная должность. То есть если мы проиграем, виноват Вадим, тоже надо осознавать, ты должен следить за всеми линиями и смотреть, чтобы их мид не добавил в барак. Если он где-то добавил в барак, ты должен реально реагировать, помогать нам. Ну и все прочее. Так, то есть мне сейчас надо строить ферму и Гренари, да? Вот этот вот, и улучшать там свои вот эти вот всякие бараки. А надо грейдить бараки, или чисто первых сейчас надо много сделать? Нет, можно, можно, можно. Ну вот этот человек восемь первых может добавить. Серега заодно может продать свой брак, нужно видеть, чем не поможет у них. Окей. А у них уже какой-то супер гигантский тролль. А, ну у меня уже рандом. Это рандом. То есть сейчас они уже получают больше инкома, чем мы, да? Нет, нет. Они сейчас, у нас таки, триточки на миде, боковые точки дают по одной еде, за крайами дают две еды, пока ты ее держишь, соответственно. Вот, соответственно, они получили больше еды, и они начинают давить наши боковые линии, за счет того, что они с вами могли построить раньше, и больше бараков, чем мы с Сергеем. Соответственно, сейчас мы ощущаем давление на все линии, поэтому очень важно в самом начале взять мид. Ага. Ну, можно рассказать, что в прошлой игре, что я сделал неправильно, что есть, получается, каждый выбирает линию, и он может на соседней линии не больше, там, двух-трех бараков построить. Соответственно, я выбрал одну линию, я строился на другой, из-за этого весь мой инком резался, поэтому все было так плохо. Да, поэтому при комментарии очень приятно читать. Ну да, люди, они как бы никогда не будут наезжать, там говорят, что Вадим, я знаю, ты новичок в этой карте, а я в нее всю жизнь играл, я тебе сейчас помогу советом, ты все делаешь, в общем-то, неплохо. Да, но вот некоторые моменты стоило бы скорректировать, и я думаю, какие корректные люди, вот сразу видно, только исключительно воспитанные, хорошие вообще не. Так, а почему я только два барака смог загрейдить до второго левела, а остальные не могу? Потому что, потому что, потому что это низ, это у нас низ, у Сергея центральная точка на низу, дает возможность тебе как раз скрыть калетовых королей, которые также вначале дают небольшое преимущество. Так, Сергей недополучил своей еды, он отпустил низ, соответственно, ты дальше не можешь это. Кстати, Сергей, еду получай, и достраивай бараки на шкупку красивей. Я поставил ферм, сейчас буду достраивать. Ну, кстати, на миде все вроде как у нас довольно неплохо сейчас, насколько я понимаю. Смотри, вот он на миду поставил Аксмана, Аксмана две контрии есть, либо конь, либо, опять же, Аксман. Дубинку мы выбиваем дубинкой. А лучники его не контрят, да? Ну, лучники дают как такое преимущество, но напрямую его не контрят. Но преимущество тоже дают. Ага, ну я сейчас делаю грейды. То есть мне делать грейды сейчас прям все время, да? Да, да, можешь сейчас. Но стоп делать грейды и все равно мешать вам. Он, если раз старается апать, все равно надо ему мешать это. Ну, первых бараков мне уже нет смысла строить, насколько я понимаю, да? Да, не особо, не особо. Так, достаточно много, на самом деле, я бы даже это поубавил. А, на самом деле, пока держишь, пока держишь, оставь так. Ставь так, пока держишь. Сейчас просто высоте, особо не усердствуй. Вот у тебя же толпа глупников на миде крушит его, значит, твое время это идти в технологии и отрываться по экономике, по технологиям и всем прочим. То есть, главное не переусердствовать ни в одном. Ни в экономике, ни в технологиях, ни в военном деле. Везде нужен баланс. То есть, даже бесконечно качать инком нельзя? Нет, нет. Что это за карта? А почему так получается, что мы так жестко давим на миде? То есть, а, смотри, они продали все на миде, они собираются сосредоточиться на других линиях? Я думаю, скорее всего, учитывая специфику игры, он собирается сосредоточиться на технологиях и оставить минимальное давление на миде. То есть, ты сейчас построишь, доделаешь апгрейды, главное знание последнее, как оно называется, в рейтинг, научишься писать. И ты можешь тоже сосредоточиться на развитии. Допустим, даже построить две библиотеки, которые совершаем гребе делают. И экономику свою поддерживать для двух апгрейдов, продавая некоторые параги на обиде, а при этом не отдавая его полностью, как он крикает. То есть, все-таки вот сейчас они попытаются как-то без давления на миде играть и при этом более-менее уверенно себя чувствуют, да? Ну да, зачем ему? У него четыре вышки спокойно держат твое давление. Он отдал четыре еды, по факту. Но при этом убежал от технологии, и вот Сергею все тяжело нанизать. Ага. Понятно. У меня уже тысячи голды, е-мое. То есть, сейчас мне надо поскорее научиться писать, построить библиотеку, и все будет зашибись, видимо. Так. Ага. Ну, то есть, блин, пока у меня деньги копятся, непонятно. Ну, пусть лежат, да? А может строить чудо света уже, нет? Какой-нибудь? Или пока еще... Ну, я бы, я бы, я бы, опять же, не стал. Не знаю, с первых чудес, конечно, что там есть некоторые вещи, но, мне кажется, на первых, как у Гриберспорта, есть такая вещь, добить от нее и очень много людей любит. Называется на игре от обелиск. До нее поздно, через нее бывают опенинги, так сказать, в шаллаках. Ага. Вот, уже поздно. Ну, можешь почитать, конечно, какие чудеса тебя привлекают. То есть, что-нибудь воткнуть можно. Ну, хорошо, а то у меня тысяча голды уже, я не знаю, то есть, на Медея все настолько просто, что... Так, и можешь даже ослабить давление на Меду, как бы. Нет смысла, да, у меня три барака, и снова идет лучник из второго. Аксман. Нет смысла тебе столько бараков держать. То есть, ты сюда можешь добавить там пару ферм, для инкома, для дальнейшего, и когда делать последний апгрейд, поставить две библиотеки, и начать с них обоих делать улучшение. Чтобы уйти в технологии, так и начать догонять, не знаю. Ага, хорошо, да, строю сейчас две библиотеки. О, одну уже есть. Так, а, ну, понятно, делаем грейд на валюту, чтобы строить рынки. Так, эээ... Ну, да, ты это понимаешь, да, чтобы строить рынки, нам нужно выбрать тебе, как Меду, как нашим передовым технологиям, нужно выбрать, на что мы будем поменять. Так, а какой рынок отвечает за центр? Какой рынок отвечает? Фу, фу. То есть, получается, можно, в принципе, стараться дальше играть чисто за центр. Так, material market. Да, да, можно. А, вот, и за 750 я построю чудо. Но опять же, смотри, ты вот строишь чудо, да, 150, который усиливает инком на Миду. Они получают бесценную информацию, зная, что ты инкомишь на Мид, только на Мид, очень сильно ты вложился на Мид. Соответственно, не понимаешь, что они могут усилить давление на Мид, даже с помощью, и выбить у нас инком полностью. В том числе, лишив тебя инкома и 700 золотых, которые ты потратил, вератятся в квит, по сути. Такие нюансы. То есть, чудеса на инком строят, только когда вы очень сильно уверены в своей линии. Я уверен в своей линии. Ну, потому что они нифига не делают. Тут два здания у них стоит всего. Так что пока все неплохо. Ну, плюс я делаю с двух библиотек грейды. То есть, а что мне вот напрямую дает грейды? Я же юнитов пока не строю, ничего такого не делаю. Ну, каждый грейд стоит абсолютно свое. То есть, ты сейчас делал монетки, дает тебе новых строить рынки. Допустим, в масонре грейд выглядит как апгрейд защиты зданий у людей. Он улучшит наши вышки, ты его сделал уже. Вижу, что вышки улучшились. Да. Остальные грейды откроют доступ к каким-то чудесам, каким-то апгрейдам новых юнитов. Где же цивилизация? Ты качаешь цивилизацию, уходишь вперед. Ага. Хорошо. Так, феодализм. Феодализм. А, вон. То есть, я уже скоро могу этот грейд главного здания делать. А имеет смысл, как можно скорее попытаться сделать грейд главного здания или нет? Вот на данный момент я вот не могу понять, на какую линию они хотят делать с Войнком, потому что я не вижу. Но вот я увидел, как часть фиолетовых рабочих, которые стоят на миде, только что с центра ушли на низ. Видимо, на низ будет считаться какое-то давление. Я вот на самом деле вижу смысл с твоей стороны построить, допустим, есть такое чудо, называется Леонардо воркшоп. На низ к Сергею она будет давать баллисту и возможность исследовать те технологии следующей эры. вот, для этого нужен апгрейд инвентейшн, стоит нам 1100, но вот сейчас там будет баллистово, и это уже прекрасно вижу. Так в смысле, ну это у следующего, что ли, рабочего, да? Я так понял? Да, 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 который как раз у тебя будет с апгрейдом главного здания. Ага, так, тогда делаем феодализм, здесь строим ферму. У меня уже вовсю рынок производит там, все нормально. Уже инком пошел. Короче, учат меня, учат, а в итоге что? В итоге я построил в комное здание. Ну, на самом деле, 17 голды приносит этот рынок, а стоит 50. Конечно, он стоит еще материалов, но все равно. Ну, правда, он еще фермы стоит. Они, кстати, в следующую эру уже вошли. Ух ты. То есть, а, ну так я могу сейчас, получается, реально продать несколько зданий, что ли? Так, да, смотри, то есть, подавление на виды, я говорю, не обязательно столько деток. А детонейт, да, надо делать, или что? Так, так, так. Че, блин, я через рабочий. Да, 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 деактивейт, деактивейт. А я в рабочем сделал детонейт, это золото-то он здесь возвращает? По-моему, да. Наверное, нет. Не-не-не-не-не, лучше это, лучше деактивейт делать. Блин, отстойно. Ну, ладно. Так, надеюсь, да не, вроде дает. Ну, в любом случае, это не лучше, не попробовал, что ли. А, аниматериалс. А, а, только часть золота я, получается, оттуда. Ну, хорошо. Ну, точнее, плохо. Так, то есть, мне сейчас надо переходить в следующую эпоху. Вот, вот, он построил, я надо в рэкшоп внизу. Да, сейчас надо берите в следующую эпоху и построить Сергею Баллисту на низ, значит, Сергею будет очень больно. Ну, я так понял, ты о Баллисте говоришь. Да, да, о Баллисте. Баллиста, Баллиста, похоже на Бересту какую-то. Так, я, короче, построил, пока 5 инкомных сдаю, из хорошего. Так, я так и понял, что это твоя основная стратегия, пока их видоса, видно. Ну, мы имя, да. Инкомни, когда все горит, это не важно. Так, деактивует. Я деактивирую бараки, все у нас плохо, я зато деактив... Так, что, строить следующего чувака с чудом света, да, Вандербилдер, да? Да, да, ну, на самом деле, уже не актуально, потому что Леонардо подсчет уже построен у них. А, ладно, тогда не могут повторяться. Тогда они строят. А тогда что мне делать? Что мне вообще сейчас? В что вкладываться, кроме инкомных зданий? Бересту надо поставить на низ. Бересту, ага, то есть это, я так понял, просто из обычного барака делается, да? Это делается следующим рабочим. Понял, я-то думал, что мне следующее именно чудо-светный нужен сейчас. А надо прямо идти до самого низа, да, я так понял, или нет? Да, ну, желательно, прямо у Сергея, чтобы, соответственно, Береста выходила прямо с его юнитами, его поддерживала тут же. Приходила спустя полчаса на битву, которая закончилась. Ага, а, блин, математика нужна, а я пока так с трудом цифры складываю, а что, не сделал математику? Ну, сейчас уже скоро, или нет? А где математика, я не понял? Хм, образование? Слушай, я пока не могу сделать. То есть ты не образованного? Да, да, ну такой средненький парень. Блин, у меня столько денег, пипец вообще. Ну, это залома, я грамотно не использован. Ага, зато инком большой. Ну, значит, они я знал, я же был екбалист. Вот, иди дальше, пока я пока не жаловываюсь. Иди дальше, замечательно. Дальше, инком, дальше технологии обгоняются и убивай коней самолета. Коней самолета, да, это легко. Правда, пока я еще в математике не знаю, но, в общем-то, все впереди у меня. Ну, я пока реально, то есть, ну, я не знаю, они жестко отдали мид, я построил чудо света на мид, построил кучу рынков на мид, я не знаю, честно говоря, на что они надеются. И непрерывно в двух библиотеках делаю грейды, продолжаю строить инкомные здания. Но, на данный момент они точно так же, наверное, инкомик на низ, что давление, да, там появилось. То есть, они, конечно, там, бить, они же еще не пробили. Ну, кстати, ну, вообще, на самом деле, подготовили. О, я могу построить баллисту или катапульту, баллисту, да, строить? Да, я думаю, надо Сергею помочь заносу за ним давлением. Да, я понял, но я не этот, я не нашел этот грейд, потому что он уже делался, так, поэтому, ну, как-то, я не знаю, честно говоря, странно, что они просто очень жестко отпустили нас на миду. В чем профессионализм-то нашего оппонента Ивана? Ну, он, смотри, он продал все барайки, очень много денег. Он тебя обогнал уже по технологиям, смотри, у них уже айронборки. То есть, я по пушкам слежу, он уже очень далеко ослаблен. Ну, понятно, но я вначале долго тупил технологиям, потому что я бы услышал, что надо побольше бараков там нафигачить, я и... Так, научный метод, я его сейчас, наверное, делаю, да? А, нет, я сейчас образование только делаю. А после библиотеки что надо, где надо грейды изучать? А, у тебя, у Эльфа рабочего есть лимит. Ага. А у... Можно у Сереги там строить? Серега, ты не собираешься пока отдавать тут свои здания? Да нет, ну, строй, у тебя же лимит еще есть. Еще четыре здания можешь поставить. Сергей, кстати... Давай баллисту тебе долбануй еще. Серега, то, что я о балансе говорю. Ты вот сейчас это очень сильно уважил свои юнитов. Это очень плохо самкомнат, как я вижу. Правильно, у тебя там один ременчик второго уровня. Ну, баланс, баланс нужен. Видишь, что давишь, немножко... Пусти. Не нужно. Вот у меня баланса никакого нет, просто строй инком все игру и все. Да, плохо, что я отстаю. Получается, вот этот вот два... Ну, две библиотеки уже не очень, потому что я все игры в них уже сделал. Завершено. Вот. Так, что, могу строить, могу строить университет. Но два университета, наверное, не надо, все-таки два здания по 300 голды. Так себе. Ну, смотри, смотри сам. Он тебе в университете, он уже минимум три апгрейда сделал. Слава, что уже четыре-пять сделал. Так, нас... Не хватаешь долларов. Так, начать с банкинга, наверное, надо, или нет? Да, да, банкинг. Замечательная вещь. Как раз ты любишь инком, это необходимый дать. Блин, что-то денег нет. Ну, зато у меня по 500 голды мне капает за инком. Это, наверное, неплохо. И я все застраиваю этими рынками. Ну, в общем-то, в общем, ничего нового. А рынки ж потом можно улучшать. А стоит их улучшать вообще или нет? Ну, разницы никакой нет. То есть, хоть с утра улучшаешься, что, скажем, новый. То есть, стоимость одинаковая и, естественно, все восстановит. Ну, понятно, как-то вообще на низу вперед дико ушли. У них уже следующая эра вся почти. Ну, вот, да. То есть, это просто о том, что надо балансировать. Но, тем не менее, мы их давим каким-то образом. Ну, юнитов пока еще у меня очень много, поэтому... Ага. Блин, надо было, наверное, все-таки больше зданий на меде, что ли, продать, раз мы и так давим, да? Да, 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 я тебе о чем говорю. Ага. Ну, ладно. Главное, в итоге не слиться. Но у меня с одного чудо света только полтинник приходит раз в 30 секунд. Это же прям вообще огонь, наверное. Так, библиотеку надо не забывать. Машинери. Ой, не знаю, может, еще один университет сделать или не надо? Да здесь что-то в университете не так много грейдов, конечно. Так. Ладно. Не тупим. Достраиваем, достраиваем. А со второго строителя чудо света есть что-то клевое там или нет? Да, там много, много всего, можешь почитать. Там есть полезные здания на всякие. На инком есть? Нет, на инком там, да, есть. О, указывал, указывал. О, это отлично. Не, просто если есть что-то на фудмаркете, то я стану самым богатым человеком на свете просто. Я пытаюсь, я пытаюсь себя удержать, чтобы богатство нас погубит. Все нормально. Не, ну я хотя бы с технологиями не торможу. Так, еще мид проиграли опять. Нет. Как проиграли? Нет. Ну, не-не, все. Было временное помешательство. Не, просто если чай, я могу чуть улучшить. Я вот просто на самом деле сейчас проагноризирую, знаете, что-то будет какое-то одно давление в силу того, что они сядут без инкома. Мидеры у них более-менее понимающие игру, опытные. И он понимает то, что в дальнейшем это плохо. То есть экономика в левом случае побеждает на долгой гонке. Поэтому готовьтесь к давлению на какую-то линию. Поэтому, Сергей, если у тебя появится что-то страшное, что-то неведомое, что ты первый раз видишь. Печи Вадиму, а Вадим должен убежать и помогать тебе. Спасибо. Черт, ферм не хватает адски. Так, ну что, тут есть... Мы мид проиграли, они там построили коней и паладина. О, ёшкин код. Так, а что мне построить? То есть мне сейчас коней построить, да? Я не знаю, можно улучшать. То есть коней, паладина, копейщика построить, коня еще улучшать. То есть тебе надо сейчас мид вернуть нам. У тебя очень много вложено в него. У нас у всех. То есть здесь, как бы, видишь, надо постоянно бегать. Бегать по карте, контролировать ситуацию, кто вышел. Юниты вышли. Где усилить. Где ослабить. А маунт райдер, это сильный чувак? Нет, на самом деле. А, даже не столь обязательный грейд. А, нужны рыцари, да, я так понял именно? То есть третий грейд на коней. Да, можно, можно. Ну, тебе, у тебя еще главная задача, я считаю, надо остановить вообще все. И тебе надо вернуть нам мид, потому что мы все страдаем. Я вот тоже вложил самим ком. Тоже на мид, я тебе доверился. Так, да, так, видишь, они, да, такие, типа, мы слабенькие, мы слабенькие, а потом хоба такие и нападают. Все плохо. Как мы вроде доверился. Да. Не, ну все нормально, мне кажется, сейчас с двумя бараками рыцарей все должно быть неплохо. Так, надо построить еще ферм банальных. А скоро будет грейд, чтобы, а есть грейд, чтобы фермы больше еды приносили или нет такого? Нет, есть грейд на то, чтобы можно было грейдить фермы. Но, опять же, чтобы грейдить фермы, нужно владеть центральной точкой на центре. Вот такая. Блин, у них гренадер, что ли, появился? Да, да, он, видишь, он понял то, что мы не помним на мид, ты ему ясно был понять. Ну да, но я с тех пор уже окупил свое чудо света, на самом деле, так что... Ну, на 7 минут отбивается. Ну, мы уже 21 минуту играем. Блин, что-то это гренадер какой-то вообще бешеный. Блин, он жесткий. А кто его контрит? Пейнкомлю на бот, пока не мид нам. Ну, а потом, когда мы вернем в мид, действительно, как опасно. Можно, конечно, гибридный мидком строить, но это опять же тяжело и не очень угодно. Ну да, разве что чудо света на сет маркетов, я так понял. Но я смогу уже потом деактивировать вам, нет? Да, конечно. Ну, пока... Блин, один гренадер просто все мне ломает. Что делать-то, Игорь? Что, какие конкретно войска мне строить? Тебе нужно на данный момент догнать. У тебя вот бегут рицари против гренадеров, сам вот по стриперсу. Рицари... Не, ну, догоню-то я его вряд ли прямо, чтобы... Не, ну, надо учитывать, что у меня более низко технологично. Я вот сейчас построил этот... Маг мушкетеров построить нужны мушкетеры вообще, нет? Да, почему нет? Почему нет? Ну, вот хорошо. Я просто же не знаю, что мне строить, что надо. Просто догоню я вряд ли. Мы оба одновременно делаем грейды. То есть, вряд ли в итоге, в результате этих мероприятий я его догоню. Ну, у тебя изначально было преимущество. Ты инкомил так кассерно, что не увидел, как это преимущество ушло. А вот у него появится. Ну, сейчас вот у меня один барак на мушкетеры, еще длинная лучники есть сейчас. Так у них буквально три юнита. Ну, почти на самом деле от билда. Ну, буквально три юнита. У них буквально три юнита и сплэши, видишь? Да, да. Ну, то есть, надо больше лучше, ну, более сильных каких-то коней сделать. Но это нужно вообще какие-то, блин. Типа тебе на самом деле, вот я смотрю, здесь немножко, и дуэль там заканчивается на миде. Буквально. Последние пули. Кутер убил, ты заканчиваешь. Слушай, а на эти рынки на низ и наверх нужна всего одна и две? Да, все правильно. Но они дороже. Верхний рынок вообще идет самый невыгодный. Они дают так же, но верхний рынок стоит 150 золотых, а цифральный стоит 50. Я отбил. Нижний при этом стоит 130 материалов. По экономике, насколько я помню, у нас были некоторые расчеты, какой самый выгодный рынок в этом плане, он оказался на низу по денежку. Я не помню, как это материал и сколько там закуп материалов, но он самый выгодный, получается, на низ рынок. После чего на втором месте идет сейчас на мид. В силу того, что первым можно обгрейдить за более дешевую стоимость. На воду самый невыгодный рынок. Более того, вода очень неустойчивая. Так, ну вроде что, мид я вернул. Это, наверное, хорошо. То есть, блин, я правда не знаю, из кого я делал этих лонгбов, видимо, из улучшенного вот этого тролльского барака, но, наверное, разберусь. Так. Грейды я делаю практически беспрерывно. Ого, химия 600 голды. Вот это да, дорого. Дорого. Арбалетчики, наверное, сейчас уже не особо нужны, да? Куда ты их хочешь на мид? Не, на мид, вот сейчас на миде какой-то ты уже усвоил, что если ты держишь на миде, значит, отдыхай и увидишь то, что он, допустим, на миде снова что-то поднимает, поднимай, что ты. Ну, сейчас я трех мушкетеров сделаю, прям как в книге. Хотя, блин, все так толпятся, мушкетер зачем-то. Зачем майдальники стоят рядом с конями, вообще бешеные какие-то, чтобы типа от сплэша пожестче отдаваться? Гений, чертовый, блин. Сейчас он мид, что ли, захватит. Уфух, вроде, вроде наша, отлично. В момент инкома наша была. Да, как ты понимаешь, да, в идеале иметь все три тоже. Максимально инком. То есть, и его точку тоже. Так, да, они инкомяты, они же все три линии проигрались. Мне кажется, на низ, потому что я вижу, что там был барак фиолетового. Он пытался помочь оранжевым. А кто сильнее, фузелер, рифлмен или... А, вот гренадер есть. Ой, я сейчас гренадер, он отпустил, и он уже в индустриал у него. Достирал эра уже. Он уже это... Закончил все у них, все дети, а исследовать. Ну, вот гад. Ну, у меня осталось еще два с небольшим. Зато инком большой. Да, единственное, что радует. По идее, блин, они мид держали буквально очень короткое время. И, кстати, он сейчас деактивировал бараки свои. То есть, я могу тоже что-нибудь деактивировать. Да, именно. Хотя я могу построить гренадеров и харассить им башни, или не получится? Да нет, слишком маленькое давление. Не столь будет это. Не окупается это давление, если оно прям не совсем большое. Ага. Понятно. Тогда рынок еще построен. Ой, е-мое. Такс. Ну, все вроде понятно, мы развиваемся. Хорошо, что все происходит довольно долго. Ну, то есть, как бы есть зрителям на что посмотреть. Химия тут всякое делается. Научный метод нужен. Скоро он уже сделается. У меня как-то на низу пушат, я не понимаю, почему. Но пушат. Ну, может быть, улучшить мои баллисты как-нибудь? Можешь скопились просто. Могу пушку построить. Ну, смотри, лучше, и мне как раз лучше по технологиям догоняй его. Ну, я просто делаю нон-стоп. У меня сейчас научный метод, потом я сделаю следующую. Ну, я беспрерывно делаю, короче, технологии. Так. Беспрерывно делаю технологии, беспрерывно делаю инком. Прям идеально. Наверное, можно мушкетера одного деактивировать. Я уже что, перешел на грейды рынков и при этом строю фермы. То есть, чтобы подальше побольше по инкомить. Но при этом технологии я изучаю, не переживайте. Технологии просто на полную. А, можно уже, кстати, улучшать фермы, это же дешевле. У них уже бункеры стоят. Ну, что, все, везде. Ксово технологиях просто. У нас богатые, зазвуточные. Да, да, да. У нас золото пока, а у них уже доллары вовсе в обороте. Так, сейчас, сейчас, сейчас я сделаю индустриальную эпоху. Все, индустриализация близка. Так. Все улучшается, фермы крутятся. Так, получается, улучшение фермы дает тебе плюс 2 аж лимита? Или всего 2? Да, 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 да. Ну, плюс 2 в смысле. Всего 2, да. Еще одну ферму, что я поставил, но она стоит 150. Начали. Первая ферма, которая стоит. Я только что разрушил библиотеку там или что? Ну, короче, ненужное здание. Я вот с одного университета и с одной библиотеки делаю последний апгрейд университета. Все, догоняю тебя. Ага. Ну, что, я говорю, ты у нас зажиточный монарх хочешь. Да, да, да. Так, а надо сильно загрейдить, да? Какое здание, чтобы в нем менять лесы? Что-то я не понял. До третьего левела, что ли, или что? Что, что ты хочешь. Ну, менять золото на ресурсы. Это только в материал-маркете. А-а-а. Так, я построил следующую эпоху. То есть, следующее индустриального рабочего строить, да? Да, конечно. Индустриального рабочего чудеса. И я не знаю, как тебе догонять его, потому что сейчас будет очень опасно. Сейчас самая опасная эра, то есть, там могут первые танки пойти на низу. Может быть, не готовы совсем. В доме денег много. Так, а что строить индустриальным рабочим в первую очередь? Ну, я не знаю, как бы. Я бы просто строил, как там лаборатория идет. В любом случае, лаборатория на развитие. Ага. Можно две построить, в принципе. Да, да, да. Тоже две и бежать за ним, выскреивать инком тысячи. Не знаю, это уже переинком, на самом деле. Так, паровые машины. Да какой переинком? Такое понятие не существует, поверь мне. Я как специалист. Я вон физику сразу, паровые машины, все изучаю. Прям мастер. Блин, мне нужен материал-маркет. То есть, чтобы менять золото на материалы, нужно материал-маркет, да? Да, все правильно. Ага, просто у меня золото уже многовато. Я в двух заказал грейды, и тем не менее, у меня... Так, сейчас еще биологию, экономику, все качну. Прям все технологии, ни в чем себе не отказываю. Могу с трех даже делать. Я не знаю, либо они нас щадят, либо что, но я пока, честно говоря, угрозы не имею. У него на самом деле просто тяжело с экономикой, но при этом, как бы он пытается балансировать, он держится на одних банках и на сток эксенч. Улучшенный банк, так скажем, у тебя есть тут что-то. В твоей эре он дает 250, если у тебя 2 тысячи золотых на руках. Ого! Где он? Мне кажется, я зря это сказал. Подожди. Вадим, Вадим, запусти, нет такого, подожди. Не-не-не, все есть, все есть. Чего надо, две с половиной тысячи, чтобы на руках было? Две тысячи, чтобы на руках он дает 250. Ого, имба! А как его построить-то, у кого он? Он в лаборатории, надо сделать исследование. Тут тоже как банк нарисован, потому что такое. Честно, не очень плохо называется. Мне вообще так кажется... Экономика, да? Это не то, что нужно нашей команде сейчас. Все, что нужно вообще, Серега. Ты если не понимаешь, ты не вмешивайся. Да я шучу. Но я не знаю, я просто сейчас делаю с двух грейды. Армию они пока не строят, поэтому у меня 3 тысячи монет. Я сейчас вот следующие грейды даже тыкну. Там, не знаю... Ну, смотри, я сейчас предугадываю на все будущее. Предугадываю на все будущее. У тебя куча денег, ты купаешься в роскоши. Угу. И снизу на тебя едет скопившихся 10 танков, которые ломают все наши базы. Это плохо. Ну, я не знаю, слушай, я делаю грейды с двух. То есть, по идее, я... В смысле, а вот это вот Steam Engine, это то, что надо, или что-то? Как вообще... Грейди, грейди там, Steam Engine, физику, потом электричество, пласт. А через что юнитов строить вообще? Ну, танки как сделать быстро? Улучшать бараки, и у тебя будет сейчас в эту рабочую лабораторию, там есть здание, если не понятно, как это называется, ты можешь увидеть, оно какое-то... За 1200 есть здание? Да, наверное, да, верно. Как идет барак, и из него уже можно будет улучшать юнитов покручить. То есть, не с троллей начинать, эти улучшения идти по порядку, а гораздо быстрее. А если я деактивейт у Сереги сделаю здание, то билд-лимит не будет тратиться на это? Нет, не будет. А вчера еще это, 5 зданий можно построить, у этой линии. Можешь построить какие-нибудь чудеса света интересные. Многое есть. Замечательное. Допустим, если, насколько я помню, ты выучишь биологию и Steam Engine, ты можешь поставить статую свободы у Келли. И, соответственно, она будет лечить наши юниты в всех линиях. То есть, она скиллом будет лечить. Это очень полезно, на самом деле. Ага. Так, хорошо. Ну, я все еще делаю грейды. Построил сток эксченч. Так, сейчас я буду еще более богатым. Блин, я вот, как обычно, задал вопрос и не прослушал. Баллисту деактивирую нормально, билд-лимит не тратится, да? Нет, не тратится. Хотя у меня сейчас два из семи. Блин, ну ладно, из семи все равно. Ладно, строю здание за 1200. Блин, чуваки, у меня 6000 монет только что было. Вообще, это законно? Я, походу, сломал эту карту. А тут лимит 100 вообще максимальный или сколько? Честно, я даже не проверял. Мне кажется, что его такого нет. Но за 1200 я здание строю вообще изи. Атомные технологии, пожалуйста. Их центральная линия построила ко мне подводную лодку. Надо, вверх. Давай. Электрисити. У меня уже изучено, давай, долбану. Давай, ну что ж, дам. О, за каждый... А, не за каждый материал маркет. Я извиняюсь, отвлекся. Подводную лодку тоже у этого сильного чувака? Или стандартного надо делать? Как танки сделать? Что делать вообще? Я запутался. Хорошо, давай с кораблем разберемся. Я строю тебя док. Да, в любом случае... Сейчас скажу, что ты построишь меня. Да, ты можешь построить пиратков. Называется до 800, она сверху идет вторая. Видишь, я... Сейчас, подожди, я строю сам бомжовый док, во-первых. Нет, 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 вот, вот, индустриал воркер. Ни в коем случае не бомжовый док. Мне не нужен бомжовый док, оставь-ка себе. Блин, ну я просто оливался... Все, все индустриальным рабочим. Надо построить тебе, чтоб построить? А, вижу, вижу, за 800. Ага. Одну или несколько? У меня просто... По твоему желанию можешь построить одну и лучше ее до субнарину. Мне это очень сильно поможет. И точно так же вот этим индустриальным рабочим можешь построить какой-нибудь этот Гуэрила Камп, то есть так же с Сергеем. И из него уже улучшать боли, как винты. Ну вот, да, я не знаю, кого тебе, рифлменов или пушки, или что, или фузелеров. Кого, Серега? Дай пушки. Нет, подожди. Давай пушки. Давай пушки. У меня всех остальных много. Ага, хорошо, пушки. А танки из пушек делаются, да? Или нет? А, танки делают вообще ездового брака. Уходят вначале пулеметчиков, автоматчиков, спейсмаринов, пособи. Так, теперь что? Какой следующий грейд? Фрегат тут есть, там. Мне нужна субмарина. А как я ее сделаю? А что там нету апгрейда субмарина? Нет. А, выйди фрегат. Ага, хорошо. Ну, я тебе две сразу строю, потому что у меня денег вообще до чертища. Все, два фрегата, потом там две всего, что только можно. Так, а где у меня еще не улучшенные фермы? А вот, пожалуйста. Денег, конечно, просто. Так, может, мы и агрессию создадим тогда, раз все у нас? Да, давно пока. А может, точно так же идти к Сергею? Точно так же стоит меня барабанить. Так, я тогда по центру могу, жесть, какую-нибудь влепить там. Ну, по центру тяжело, есть там 4 бункера. Вообще, там, по всех остальных. Поэтому, проще, либо низ, либо вверх. Можешь построить, смотри, можешь уйти в технологии. А если две субмарины я сделаю, это круто будет? Да, это будет хорошо. А если еще две? Ну, в смысле, мы вверх... Есть биг-бэн еще называется. Келя. Ага. Надо тебе камбушины и 4400 золотых. Она дает три довольно мощных судна ко мне. Два. Два написано, два дредноута. Да. Блин, ну что, скопить 4000, чтобы это было? Так мне еще всего один инком, и я сделаю. Ну, давай. А прямо у тебя, да, строить? Да, и мы начнем прям хорошее давление такое по воде. Опасное уже. То есть, прямо на воде он строится, да? Да, да. Ну, вон, у меня пушки там у Сереги, я стараюсь уже... Да, кстати, уже даже не пушки, уже мортиры, 150 атаки. Видите, я не знаю, либо они нас щадят, либо моя наглая тактика не такая уж и плохая. Ну, проблема, да, в том, что, видимо, как там нет штул с вами. Игрок на мидии еще, и они, видишь, они всю игру сядут без инкома. То есть, максимальный, который можно получить сидя, не контролируя линии, это 100 золотых с банкой, и 250, и столько иксэнджи, соответственно, в свое время. Так, ну что, давайте туда фрегат еще построим тут. Блин, то есть, главная фишка была в банке. Ладно, забейте. Так, могу вон пулеметчика на миде построить? Я не знаю, денег все равно до чертища у меня. Ну, мы, на самом деле, уже выиграем, на самом деле, нам просто очень... Игроки нам поддаются немножко. Поддаются. Силу того, опять же, то, что мы держали все линии, в целом, получалось довольно громадно. Modern Capital я уже строю. А, но их уже, правда, он давно есть. Да, блин, если бы я еще банк построил, вообще было бы замечательно, наверное. Ну, видишь, да, то, что он довольно рано доступен и довольно хорошенько в виде стаза. Игроки дают. Возможно, возможно, нет. На самом деле, мы игру уже заканчиваем. И здесь так подытожить, мне кажется, ошибка XM была в том, что он слишком быстро шел в технологии, не попытавшись отжать какую-то линию часовой инкома. Забавно. То есть, человек пережадничал меня в каком-то смысле. Да, в каком смысле, да. Слишком далеко он решил убежать слишком быстро. Так, Modern Worker уже, причем женщина, то есть, это более развитое общество. Сейчас я построю там спа-салон, маникюрный салон, что еще там она может делать. Хотя, может быть, это такая боевая женщина, она построит какой-нибудь лагерь Амазонок, хотя копья уже... Так, я стараюсь тебе страйк феминистский не кинул за такие слова. В смысле, не знаю, а что такого-то? Не знаю. Ну, она, по крайней мере, строит, короче, какой-то очень сильный барак, который я строю прямо у Сереги. Но я, кстати, наруша... Аня, билд-лимит у меня расширился. Биг Бен достроился, все. Ну, сейчас, получается, Биг Бен отправит к тебе... Двух дредноутов, да. На самом деле, все будет в итоге очень быстро закончиться на воде, потому что мы создали очень сильное давление. И благодаря тому, что держал мид на самом деле всю игру, я спокойно инкомил, получил преимущество, и точно так же опережаю их воду по развитию. А в Биг Бен не надо прожать или наоборот не надо? Нет, нет, все, 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 ты можешь. Ты свое дело сделал. Не, а, кстати, женщины, наоборот, строят институт. То есть, если мужики там с трудом учились читать, пытались там разобраться, чем математика отличается от химии, то тут уже сразу пошли серьезные вещи. Ракеты, композитная броня, радио. Попова, получается. Госпожа Попова изучает радио. Получается, все, сейчас подводные лодки разрушат последние их рубежи, да? А что-то они просто затонули рядом с вражеской башней. Это точно то, как нужно атаковать? А подлодки атакуют только юнитов. Только юнитов, они не атакуют башню. В этом как бы их преимущество, у них есть флэш, поэтому подлодка решает очень много на воде. Не, а представляете, я бы еще с банком играл. Кошмар, вот. Просто, на самом деле, стою, у них внизу сейчас тяжелый танк, и они будут стараться сейчас переехать как раз наш вниз. Эти тяжелые танки, на самом деле, на низу, конечно, копиться. Так танк-фэктори, да, нужно построить? Сейчас тоже сделаю танк-фэктори, и что мне? Да, нам надо отвечать, отвечать на это. Так у меня денег все равно до черта. Я сейчас изучаю там, что я изучаю. Какую-то там, какую-то защиту. Мне на самом деле, кажется, просто то, что наши противники не были готовы к твоему инкомному гению, и на самом деле... То есть они не ожидали, не ожидали, да, что я буду инкомить? Удивительно. Удивительно. Вадим инкомит, что такое? Я ливаю, что-то необычное. Так. Так что, это уже танк-фэктори уже тяжелые танки делает, да? Нет, танк-фэктори делает плохие танки. Там можешь построить, как он выглядит. Ой-ой-ой, что-то, да, что-то... На таком танке я бы не поехал бы. На врага всех рабочих в анимбиле отлично. Ну, мне кажется, все. Джамбас на слипать. Ну, мы продавили воду. Они, конечно, в ответ, что попытались продавить вниз, и получается. Ну, да, она, что-то, что они позволили, это так нагло им помнить, как сильный, так мощно. Смотрите, они, кстати, инкомились на воду. Вот сейчас посмотрите, деактивейтед юнит. Они инкомились на воду и материал маркет. Довольно интересно. Мне кажется, довольно спорный инкомисс на воду, потому что вода вещь такая, довольно плавучая. Силу того, что там вынимет, как-то по-другому. Так. На, блин, другой надо играть делать. А, вот, вот этот играть надо делать. Ну, тогда я построю еще один институт. А сколько вообще эпох еще есть? Ты на данный момент последний. Когда ты сделаешь себе обряд, сможешь делать самолеты очень сильные, соответственно, хэви-танки, и там уже будет современная война. Ну, на самом интересном месте мы этих нубасов продавили. Ну, что, получается, я, по сути, ну, конечно, год назад или какое-то время назад мы играли в эту карту, но я вообще ничего не помнил, вот не знал про этот чертов банк, но тем не менее. Короче, нормально. Главное, выбрал мид, стройся на миде. Походу, походу, главное в этой карте изложили в нее в начале. Ну, иногда надо строить там двух зданий технологии, ну, и все-таки надо выбирать линию, и человек, который этой линией занимается, должен прям серьезно в нее вкладывать ресурсы. Ну, получается, все-таки один на миде, а второй строит медовые инкомные здания. Хотя, нет, с другой стороны, если он строит инкомные здания, то это позволяет ему в перспективе еще больше продавливать врагов, да? Ну, конечно, я вот смотри, у меня довольно большой инком, и у Сергея уже в конце, то есть я вот тоже уже наверху устроил, и поэтому я очень беспокоился, когда-то отдавал мид, потому что я точно так заложился в этот инком, и я ждал, пока он не вернется. Угу, ну да. А еще мы построили банки. Так, ну сейчас я хочу танк построить, и можно будет ливать на этом моменте. На самом деле, играть, что это подойдет, почему, к концу? Да, 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 ну да, да, ну просто сделаю танк сейчас когда-нибудь. А когда игрим? В конце будет окошко статистики, ты можешь посмотреть, как ты отставал по развитию, и все, короче. Ой, ну вот, я выиграл, а мне в итоге говорят, что я отстаю по развитию, ну что с такой-то, выиграть спокойно нельзя. Но забавно, что на миде до сих пор у нас там всякие тролли бегают, копьеносец такой, то есть там уже субмарины, вовсю дредноуты, а... Ой, лоб. Так, танк-фэктори, ну это ладно. О, сейчас аэродром я строю. Отлично. Как странно, у них внизу стали копиться танки. Так, ну я могу построить два хиви-танка, то есть они там перенапрягли свою экономику, просто там все мирные жители вместо того, чтобы собирать хлеб на полях, начали собирать танки, и тем не менее, все равно танков у нас будет больше. Так, радар и полет нужен, радар и полет. Вот, видимо, я уже сейчас это все и качаю. Нет, здесь радио у нас, ракеты. О, радар. О, Найс, я уже какие-то более мощные самолеты строю тут внизу у Сереги. И еще два танковых завода у нас есть. Ну и, в общем-то, танки сейчас попрут нормальные танки. Все будет зашибись, наверное. Да, все, такие же танки, как у них, только по два. И еще самолет. Вы посмотрите, какой самолет. Это просто пипец какой-то кукурузник по сравнению с ним. Это боевая машина смерти, блин. Ну ничего, я построил более сильного парнишку. Так, так. А здесь, блин, здесь ничего не учится. Стой. А как, в самом деле, рано вышел у них, на мой взгляд, МИД. Рано они вышли. Можно было очень резко перенаправить всю экономику, когда почули не ладно на воде на низ, попробовать все-таки все вместе, вместе с водой, стоили к этому. Пронести нам вниз. Вон такой самолет. Продон противовоздушный. Да, отстой. Перехватчик такой. Ты блин. Ну что, ждать надо, как на статистике? Не, наверное, слишком долго. Вот, но она идет. Маркетмастер. А вот, first player to medieval, industrial и modern, это их центр. Ну зато, зато сразу видно. Вот, superman spawner. Серега, Серега, главное, тоже отметился. Только, только на... Прямо-то же я должен быть впереди. Только наш профессионал отметился только в консультациях. Ну-ка, войск убито. Блин. Мы с Игорем на последних местах. Видимо, корабли не считаются за войска, что ли? Не знаю, почему так все плохо. Вот так вот. Не, ну мне, в общем, понравилось. Прикольно. То есть, единственное, сейчас с полученными знаниями я могу тащить, например, что с банком инкомить лучше. Я узнал многое об этой карте, например. Не, на самом деле, как бы, если бы игра была более такая серьезная, и там все игроки были бы профессиональные, то, как бы, тебя давно бы за такой инком пытались, как бы, наказать. Ну. Суждают давление по какой-то линии, очень сильное. Не, конечно, конечно, если профессионал будет играть против меня, а не профессионал, то он меня, скорее всего, победит, играя, я буду играть я в инком или нет. Ну и, кстати, разве что, вот, если у тебя есть какой-то шанс победить профессионала, то, скорее, в том, что ты перенаглеешь, он какое-то время подумает, а, типа, ну, бас, а потом ты уже будешь настолько его обгонять экономически, что его знания не особо ему помогут. Тем более, карта довольно линейная, как и многие карты с грейдами. Кстати, получается, если кто-то в Варкрафте придумает карту с грейдами, чтобы она была нелинейной, и раз за разом не надо было делать одни и те же грейды, будет уже намного круче, потому что и играть интересно в карты с большим количеством грейдов, и смотреть на них интересно. Даже на зомби где-то 45 грейдов на милишную атаку делать, ну, 45 грейдов, или сколько там, 50 на дальнюю. Все равно это интересно, а если бы это было еще и разветвлено, может быть, вот тут подхватит идею. Ладно, всем пока!